После окончания моей презентации, моей лекции и вопросов, немногих надеюсь, будет показан 15-минутный фильм, второй фильм об Институте культуры и состояния. Ну, наверное, здесь половина людей видела этот фильм, вторая половина, наверное, с удовольствием посмотрит. Это короткий, очень спокойный фильм, рассказывающий об одном из наших практикумов. А сейчас я непосредственно хочу перейти к теме сегодняшнего разговора стипл чейс. Вообще слово чейс, стипл это шпиль, а чейс по-английски, насколько я чувствую это слово, означает преследование кого-то, кто от тебя убегает. Преследование на автомобиле, преследование зверя, преследование чего-то движущегося, как правило. Я так понимаю. Что-что? Да, пожалуйста. А это бегает. А я об этом расскажу. Вот, и на самом деле это гонки. Гонки на колокольню, которую видишь на горизонте. Давайте я начну с другого конца, с недавнего впечатления рекламы в метро. Наверное, многие из вас, не только и один, видели эту яркую драматичную рекламу. Лев держит в зубах деньги, и девушка пробует у льва эти деньги вытащить. Под рекламой надпись, как приручить деньги, а еще ниже написано, никакой магии, только одна наука. Ну, дрессировщиком я не был, но я знаю, что все держится как раз на воле, на напряжении, на магии дрессировщика. Если он на секунду утратит этот сгусток воли магической, которым он держит льва, то лев его растерзает. Но вот эта реклама навела меня на мысль о противоположной позиции. Там написано, никакой магии, только наука. А противоположная точка зрения, это никакой науки, одна только магия. Как приручить деньги? Как приручить все, как приручить ослана среди? Как приручить судьбу, как приручить свое низшее «я»? Как приручить бизнес, как приручить мир? Мы постоянно сталкиваемся с этой проблемой, вот этого неуправляемого, живого начала, которое мы хотим приручить, успокоить, вести в схему или в систему. И один из вопросов, который сегодня будет нас волновать, это вопрос, можно ли приручить, можно ли алгоритмизировать, вести в систему нашу жизнь, можно ли алгоритмизировать путешествия. Вот мы поехали путешествовать в горах, можем ли мы предсказать будущее, предвидеть каждое событие, которое на нас будет двигаться, а мы навстречу ему. Ну вот мудрые люди говорят, что духовный рост человека связан с потоком событий, которые идут навстречу ему в его жизни. Есть прямая связь между духовным развитием человека и вот тем потоком, теми событиями, которые встречаются ежедневно нам на пути. Очень трудно представить себе, что это можно сделать. Обязательно произойдут неожиданности. В детективных фильмах обязательно происходит что-то, что великолепно продуманный план преступника ломает, потому что вдруг там Аннушка пролила масло, как у Булгакова, и кто-то теряет голову. Но тем не менее, постоянно хочется найти метод. Вот Петр Демянович Успенский пишет такое о своих первых шагах. Я понимаю, что необходим какой-то метод. Должно существовать нечто такое, что человек обязан знать, прежде чем начинать духовные опыты. Все чаще и чаще я думаю, что такой метод могут дать мне восточные школы Егинов и Суфьев, о которых я читал и слышал, если туда можно проникнуть. Мысль моя сосредоточена на этом. Вопрос школы и метода приобретает для меня первостепенное значение, хотя сама идея школы еще не совсем ясна. Вот метод, способ, система, схема мы постоянно начинаем с сырой жизни и заканчиваем этой схемой. Но схема по Геоте, по Фаусту мертва. Она убивает жизнь. Она теряется интерес, теряется влечение, теряется интуиция. Магия – это интуиция, влечение, это власть. Это то, что нельзя алгоритмизировать. И опять же, мы не можем жить без этого действия. Собственно, вся философия мировая – это определенный алгоритм. Начнем с Декарта, который говорил, что Бог не обманщик. Я читал его рассуждения о методе, когда мне было 19 лет, и меня поразили эти слова. Вот для того, чтобы познать реальность, надо чему-то, кому-то доверять. Если предполагать, что реальность, окружающая меня, она совсем другая, не такая, какой я ее вижу, значит Бог – обманщик. Значит, мне подсунули обман. Кант провел линию между миром и нашим аппаратом восприятия. Такая гелеваторная линия между воздухом и водой. И то, что в воде, мы не знаем. А то, что в воздухе – это только наш аппарат восприятия. Вот это вопрос, который постоянно стоит – знаем мы или мы накладываем знания на реальность. Эйнштейн говорил, что Бог не может играть в кости в ответ на теорию вероятности Нильса Бора. Бог не играет в кости. У Платона, как вы знаете, тени колышутся на стене пещеры. И люди смотрят на эти тени, вычисляют, алгоритмизируют, когда там появится. Вот раз в месяц проходит тень Луны. Раз в неделю проходит тень почтальона. И вот большинство людей думает, что это и есть реальность. Пастернак, интересно, перед смертью рассуждал о том, что между миром, таким, какой он есть, и миром, который открыт нам, колышется занавес. И вот эта колышащаяся занавес – это неверное ощущение реальности. То ли она есть, то ли ее нет, то ли она покажется, когда складки занавеса отойдут в сторону. Вот эта проблема, проблема схемы и проблема реальности, проблема науки и проблема магии, она всплывает и концентрируется в этой замечательной философской игре, которая называется «Скачки на колокольчик». Наверное, кто-то из вас читал этого Успенского. Я не взял это с потолка, но я говорил об этом с англичанами. Я не присутствовал никогда на таких скачках. На холме собирается группа наездников, всадников. Сколько их? 50, 20, 10, может быть, 5. Их должно быть очень мало, потому что мало людей решаются на такие отчаянные скачки. Вдалеке, в тумане виднеется колокольчик. И по сигналу руководителя начинаются скачки. Все кажется просто, но тут же всадники съезжают с холма и теряют из вида колокольчик. Они оказываются в глухом лесу. Перед ними заборы, перед ними непроходимые чащи. Разливаются реки, они ищут объезды, брод, они ищут перевалы. Наконец, они куда-то поднимаются на новый холм. Оказывается, они уехали, ускакали в сторону, а колокольня совсем в другой стороне. Может быть, даже уехали назад. Но они все скачут в разброд. Скачки на колокольню. И вот, поднявшись на холм, всадник видит впереди колокольню, сбоку колокольню. И опять съезжает с холма, и опять начинаются ущелья, лес, река, препятствия. Скачки на колокольню. Редки доскачут до колокольни. Дело в том, что и колокольни-то отчетливо не видно. То туман ее прячет. То человек увлекается там в ущелье каким-нибудь частным проектом. Например, начинает кур разводить или писать роман, описывая свой предыдущий опыт. Он еще не добрался до колокольни. Но он прошел через какой-то опыт. Один холм, одно ущелье, страдания, радость. Эти скачки на колокольню связаны с постоянным опусканием и подниманием. Мне это напоминает то, что происходило с Алисой в Стране Чудес. Вы помните, она постоянно то становилась очень длинной, высокой, то становилась величиной, я не знаю, в 2-3 дюйма. И это тоже аллегория, как и скачки на колокольню. Это аллегория высоких и очень невысоких состояний. Человечество живет не на холмах. Человечество находится в ущербном состоянии. Только поднявшийся на определенный уровень состояния, на определенную высоту состояния, может увидеть вдали колокольню. Это странная ситуация. Вот наша жизнь, наш бизнес, наши семейные отношения, наше преследование различных целей, и в том числе духовных целей. скачки на колокольню. И получается. Вот, вдумываясь в этот образ, и в полную непредсказуемость того, что произойдет в ближайшие 10 лет, в ближайший год с каждым из нас, месяц, день, час, минуту, отчаиваешься строить какие-то планы. Мы можем полагаться только на какую-то безумно изощренную интуицию, на волю достичь колокольню. Понимаете, тут не помогут ни христианские, ни буддистские, ни кришнаитские, никакие другие ритуалы, которые вгоняют людей в спячку, которые развивают в них сентиментальность. Тут нужна мобилизация самых главных энергий в человеке. Он должен проснуться, чтобы достичь колокольня. Он не может полагаться ни на святых, ни на учителя, ни на жену, ни на друга. Он должен пытаться достичь колокольни без всяких гарантий, без всякой схемы. Ясно только одно, надо подняться на холм, и ты сможешь скорректировать направление. Подъем на холм в наших понятиях института культуры и состояния это очередной подъем в нормальное, светлое, ясное, активное, духовно пробужденное состояние. Нельзя, нет истины общей для жителя ущелья и жителя холмов. Есть только банальные истины жителей ущелья, которые они навязывают всем остальным. Я был с Валерией Рыжовой и Кириллом в Петербурге на конференции трансперсональной ассоциации примерно месяц назад. И Валерия делала там доклад, она танцует, спасибо большое, она танцует и она говорила о том, что танцы, движения это это один из способов работы с состоянием. Ну, ученые, дамы, присутствующие на ее выступлении, заинтересовались одним вопросом, они спросили, а вот как вы отличаете высокое состояние от невысокого, как вы квалифицируете состояние, у вас есть объективные критерии? Нет, сказала она, у вас нет объективных критерий. А, сказали они, им стало скучно. Нет объективных критерий. А что такое объективные критерии? Это критерии долин и ущелья. Это критерии общепонятные, общепринятые, верифицируемые и удобные. Удобные для большинства, которые находятся в ущербном состоянии. Это критерии, основанные на пяти органах чувств. Это не критерии высоких прозрений. У нас нет объективных критерий высоких состояний. Высокие состояния могут быть видны только еще более высоким состоянием. Подумайте об этом. Но мы, тем не менее, декларировав, что скачки на колокольню это абсолютный, абсолютная магия, абсолютная свобода, воля, интуиция, не опирающаяся ни на какую систему. Тем не менее, попробуем построить систему скачек на колокольню. А есть ли у нас маркер здесь у всех нет? Маркер забыли, да? Есть. Завязывайся. Чего бы тоже не дадите. Давайте мне. Там нет маркера тут. Сейчас принесем. Ничего, ничего. Сейчас это быстро, я возьму скажу. Да, я буду благодарен. А может быть, Андрей не посетит подкаркер на экране. Я хотел показать вам, как я рисую на экране. Какой-то художник средневековый или древний царь попросил его прислать образец своей работы, он взял кусок мела и нарисовал круг. Это был такой изумительный круг. Вот такой круг, конечно, мне не удастся нарисовать, но фигура, нарисованная наверху, это иноограмма. Иноограмму предложил своим последователям в 14-м году, в 13-м, 14-м году в Петербурге и Москве Георгий Иванович Бурджиев. это фигура, это фигура, которая практически до того не была известна. Это простая фигура, состоящая из трех частей. Первая часть это окружность, вторая часть это треугольник, равна угольной 9-6-3 или 0-3-6, вы видите треугольник. А потом идет замысловатая фигура, которая читается так 1-4-2-8-5-7. Очень важная цифра 1-4-2-8-5-7. Ну вообще я не небольшой любитель всевозможных универсальных лекарств от тех болезней и универсальных схем, которые годятся для всего на свете. Тем не менее наверное Лен подтвердит, энаграмма это удивительная схема, над которой били голову многие-многие люди и математики, и мудрецы, и которая была приложена мною 3-4 раза к очень конкретным ситуациям. Вот о ней написаны десятки книг. Это действительно интересная схема. это схема и управления, и бизнеса, и творчества, и жизни. Эта схема утверждает простые вещи. Первое, что жизнь, творчество и духовный путь идут не по прямой, не по прямому ряду 1, 2, 3, 4, 5, 6 и так далее. А они идут по странному порядку 1, 4, 2, 8, 5, 7. Ну, я позволяю себе предполагать, что это не обязательно должно быть 1, 4, 2, 8, 5, 7. Может быть, это 1, 12, 2, 3 и так далее. Но очень важно для меня, и здесь я убежден, что важные процессы, творческие процессы, процессы духовного роста, они не линейные, они идут всегда с загогуленными вперед, назад, вбок, влево, вправо. Далее, эннеограмма говорит о том, что эти процессы всегда пересекаются с другими процессами. И моя эннеограмма всегда встречается, сталкивается, как два бильярдных шара с другой эннеограммой, допустим, с твоей или с вашей. И вот это дает определенный толчок моему бильярдному шару. И он, это влияет на мой путь, на мое творчество, на мою жизнь, на мои семейные отношения, на мой бизнес. И этими точками являются точки 0-9-0-3-6. Вот этот треугольник, направленный вверх, он независим от линии 1-4-2-8-5-7. Ну вот достаточно по такой геометрической стороне эннеограммы. Теперь давайте посмотрим на большую схему человечества. Начнем с такого объема. Скажем, материальный человек это 0, растительный человек это 1, животный человек это 2, а вот человек-человек, социальный человек это 4. Что-то произошло в точке 3, что-то повлияло на высших животных, что-то повлияло на высших животных, что-то толкнуло это естественное развитие, объективное развитие вещей и появился феномен человека в точке 4. Точка 3 это точка вмешательства. И если мы посмотрим на животных и на человека, мы можем предположить, что была введена определенная программа в высшие животные. Это что-то пришло изменение. Хотя марксизм и прочие примитивные учения хотят видеть все появление человека как естественный процесс развития животного мира и вообще природного мира. Вот первое, первый шок, первый толчок, первое вторжение в эннограмму в точке 3. И вот наконец перед нами общественный человек. Как прекрасно вокруг люди, мосты, заводы, компьютеры. Мы живем в социальном мире, все в нем прекрасно. Это наша семья, это наша община, это наша общественная среда, культурная среда. но постепенно мы начинаем обнаруживать, что не все в этом обществе, в этом человечестве прекрасно. Мы начинаем видеть, как человечество засасывает нас, разрушает нас, делает с нами что-то нехорошее. Оно уничтожает очень важные нас возможности. Возможности индивидуализации, возможности подлинности, возможности быть собой, раскрыть себя, пробудиться от сна. И вот в точке пять мы становимся антисоциальными, мы выходим из социума, мы закрываем двери и окна нашего дома, мы не хотим никого видеть, нам крайне тяжело видеть кого-то. мы читаем только очень узкий круг авторов, мы встречаемся только с очень немногими людьми. В крайних случаях точка пять это точка трагедии, самоубийства, болезни, срыва, как протест против человечества, против человеческого порядка, который мы называем нечеловеческим, античеловеческим. Точка пять это точка кульминации. Здесь либо гибель, да, я забыл сказать, что на каждой точке есть постоянно возможность возврата, возврата назад. Вот четыре может вернуться назад и стать животным, человеком. Животное может стать растением, растение может стать минералом. Все время есть эта регрессивная возможность у нас. Но все время нас гонит некоторая сила вперед, вперед. Итак, в точке пять, в точке кризиса, опять-таки забыл сказать, что в точке один, перед тем, как перейти в точку два, в точке один растению грезится человек. Растения грезят, цветы грезят. Точка четыре, а точка четыре просматривает назад свои связи с животными, с растительным миром. Смотрите на линии, связывающие четыре с один и два. В точке пять мы вдруг бросаем проекцию на семь и восемь. Что это? Вот мы на краю дебели. Я ненавижу человечество, я от него бегу спеша, мое единое Отечество, моя свободная душа. По-моему, Северянин или Бальма? Уже не могу точно сказать. Бальма? Спасибо, Антон, Бальма. Вот иллюстрация замечательная к точке пять. Я ненавижу человечество, я от него выгодно спеша. Точка шесть, друзья мои, это второй, вторая точка ввода, вторая точка толчка или шока. Но если в точке три мы имеем дело с переходом от животного к человеку, то в точке шесть мы получаем новую программу, программу трансформационную, трансформационную, вот здесь происходит нечто, что просто знанием не может ограничиться. Как оно не могло, впрочем, ограничиться и к точке три? Это не просто знание, моральный долг, моральные понятия, астрономические понятия. Нет, произошло изменение природы животного. Здесь происходит изменение природы человека, трансформация человека. Здесь происходит то, что в религиозных и мистических книгах описывается как спасение, преображение, трансформация, как просветление, пробуждение у Гурджиева, потому что по Гурджиеву человечество спит, оно все во сне делает, оно во сне рождается, во сне учится, во сне женится, во сне болеет, оно так никогда и не пробуждается. И опять забыл сказать, что на каждой точке можно застыть, замереть, стать статуей, стать бревном номер четыре, стать бревном номер пять. Можно вернуться в предыдущий номер, но можно окостенеть, окаменеть. Итак, точка семь. Это пробужденные люди, это святые отшельники и не отшельники, святые миряне. Это радостные люди, перешедшие в другую ипостась. Это проснувшиеся люди, которые увидели сакральный смысл простых обыденных вещей. Тех, от которых мы страдаем. Увидели сакральный смысл своей судьбы, творчества, путешествия и тех событий, которые текут нам навстречу. В точке семь мы имеем дело с пробужденными единицами. Вы спросите меня, что же происходит в точке восемь и в точке девять? Друзья мои, я не знаю, что происходит в точке семь, поэтому не задавайте мне очень сложные вопросы. Но явно в точке семь все не заканчивается. Явно у пробужденных людей есть своя судьба после пробуждения. А теперь я хочу взять маленький участок энеограммы от четырех до семи. От четырех до семи. И попроб быть уже на доске увидеть, что дело в том, что каждый отрезок как большой слон сделан из маленьких слоненков, как большой петук сделан из маленьких петуков. Также энеограмма большая сделана из маленьких энеограммов. И каждая цифра это маленькая энеограмма. Давайте я возьму кусок от четырех до семи и посмотрю, что происходит в субботу. Пошли себе немножко. Один сегодня сегодня полно лучше время продолжим. Продолжение следует... 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 В точке 1. И внезапно эти необычайные книги разбили все стены вокруг меня, заставили меня думать и мечтать о том, о чем я раньше не смел и помыслить. Неожиданно я обнаруживаю смысл в древних сказках. Леса, реки и горы становятся живыми существами. Таинственная жизнь наполняет ночь. Я снова мечтаю о дальних путешествиях, но уже с новыми интересами и надеждами. Идеи и чувства, которые давно перестали меня интересовать, внезапно приобретают смысл и притягательность. Глубокое значение множества тонких иносказаний обнаруживается в том, что еще вчера казалось наивной народной фантазией. И величайшей тайной, величайшим чудом кажется мысль о том, что смерти нет, что покинувшие нас люди, возможно, не исчезают полностью, а где-то и как-то существуют. Я испытываю то же, что и приговоренный к смерти. Его друзья повешены. Сам он примирился с мыслью о такой судьбе и вдруг узнает, что друзья его живы, что им удалось спастись, и что у него самого есть надежда на спасение. Вот точка один. Вот люди в точке один духовного пути. Не забудьте, что я пробую алгоритмизировать духовный путь. Это моя картинка. Естественно, каждый из вас может сделать другую схему. Относитесь к моей схеме с чувством, естественно, отстраненности, но и любопытства, скажем, хотя бы. И так в точке один человек полон радости. Он открыл для себя смысл жизни. Позади остались повешенные, покончившие собой, спившиеся, заблудившиеся, больные. Он стоит, он на коне, перед ним вдали колокольня, новый смысл. Может быть, даже смерти нет, ничего еще не известно, но энтузиазм абсолютно жеребячий. И радости ужасно много. И человек начинает скачку. Вот опять же он тут же опускается вниз в ущелье. Вот обязательно он спускается в ущелье, потому что у него нет энергии, у него нет того питания духовного, которое позволило бы ему находиться постоянно в высоком состоянии. Он спускается в ущелье, он спускается в очень мрачные, темные, бездны, отчаяния. Все эти надежды жеребячие, они быстро истаивают. Он не знает, что дальше, куда идти. Он мечется, бьется. Особенно сегодня, когда существуют тысячи учителей, тысячи духовных путей. Все утверждают одну единственную истину. И хочется на все это плюнуть и куда-нибудь уйти. Было бы куда только. Некуда. Вот в точке 2 появляется новая надежда. Эта новая надежда связана, как правило, с общинным проектом. Что это такое, я сейчас вам расскажу. Но сначала прочту вам две цитаты. Одну из Василия Семеновича Яновского, моего нью-йоркского приятеля 80-х годов. Это из доклада Свифтсона, из его романа «Портативное бессмертие». Люди внутренне незрелые. Люди внутренне нецельные. Собственный духовный путь, подвиг, усилие на первых порах подменяют некоторым проектом. Создать дом, в котором они поселят своих друзей. Собрать всех единомышленников. Собрать людей доброй воли. Начать что-то вместе делать. Сам человек еще не может ничего сделать. Он еще очень-очень незрелый. Вот что пишет Свифтсон. «Мы соберемся в новый монастырь. Этот монастырь я мыслю посреди площади. Между улицей и нами нет ограды, нет дверей. Комбульсии города, клокотание крови, испарение страстей пронизывают нас непрестанно. Мы должны поглощать эти газы, как некий универсальный химический раствор. Нейтрализовать и упорно посылать в обратном направлении уже другие сигналы и лучи. Парами с утра до рассвета. Издалека узнаваемые. Идем по улицам и бульварам, по площадям и рынкам. Спускаемся в подземелья. Поднимаемся на восьмые этажи. В Париже на восьмой этаж приходилось подниматься пешком. Там лифты появились не очень давно. Неустанов, плетаясь в костную материю жизни, Переходя от дела к делу, Мы молчальники. Наша проповедь – милосердие. Немедленная, бесплановая. Насущное, мудрое вмешательство. Так пишет Яновский. Так говорит Яновский устами своего героя, Который видит в воображении вот эту общину людей, Которые вбирают в себя все болезни города И отдают ему, переваривают, отдают ему здоровье. Они берут беды, несчастья, страдания, гной этого мира. Вот такая прекрасная утопия. А вот молодой человек, который, я думал, будет здесь, Он, видимо, в отъезде в Париже, в Минске, Которого зовут Сергей. Свою задачу, пишет мне Сергей в личном писании, Я вижу в объединении добрых и чистых душ. Я и другие, вставшие под единое знамя, Я получил это месяц назад, Могут стать опорой для сомневающихся, Не имеющих ориентиров, Обессиленных, соблазняемых, одиноких. Я хочу создать сеть взаимопомощи. Я хочу, чтобы то, из чего сделан я, Мой наставник и другие подобные мне, Чтобы это набирало силу, чтобы это жило. Жило и крепко. Чтобы мы стали силовым полем, В котором вырастают люди. Я хочу, чтобы это поле стало землей, Которая растит, От которой потом, конечно, отталкиваешься, Но о которой помнишь и любишь ее. Я хочу, чтобы некоторые одаренные Нашли в этом не только землю, но и небо. Кончился мой набор цитат. Ну что ж, мы с вами увидели Замечательное, естественное, Стихийное состояние людей в точке ноль. Мы увидели радость, приподнятость, Надежду и энтузиазм в точке один. Мы увидели, как слабый человек, Добравшийся на точке два. Вышедший из очередного кризиса Прячется за идеалом монастыря, Общества, компании, друзей. Потому что он сам Еще больной, незрелый, беспомощный. Что дальше? Дальше, очевидно, должен Человек прийти к индивидуальному проекту. Он должен увидеть, что преображение, Собственное преображение, Собственная трансформация, Это единственный путь, Который даст ему что-либо. Ему не поможет ни школа йогов, Ни компания друзей, Ни новый монастырь, Ни новая утопия, какой бы она ни была. Пока он сам не преобразится. Не помогла коммунистам Никакая великая утопия, Потому что они были Непреображенными людьми. И потому революция, Российская революция, Французская оказались тупиковыми. Для того, чтобы произошло это понимание, Для того, чтобы это понимание Стало действием, Нужен толчок. Нужна точка 3, Где в жизнь человека врывается, И очевидно врывается как раз Вот там, где нарисован Синий крестик, В яме между двойкой и четверкой, Между утопией И первыми шагами Работы над собой. Работы по Приручению Своей низшей природы. Работы, которая ведется Спорадически, По вдохновению. Вот сейчас я помолился, А завтра, послезавтра я забыл. Вот сейчас я подал, Подал, Не дяк Нищему. А потом я забыл, И забыл, и забыл. Вот я Один раз поступил честно, Но потом опять Меня стягивает Вниз. Вот это И есть точка 4. Это точка Спорадических, Случайных, Хаотичных, Единичных, Духовных усилий. Эта точка Важная. Здесь Начинается борьба. Здесь Начинается реальный Духовный рост. Здесь Элемент воли Начинает бороться С безболием. Здесь Нужна помощь Наставника И общины. Здесь Нужен Смысл, Который Содержится В учении Иисуса В учении Будды В учении Кришны Или Кого-нибудь Еще. Здесь Нужна Большая Поддержка. Но Если Между Точкой И4 И точкой И5 Человек Не придет К пониманию, Которое Содержится Поступки Криенты И думаю И думаю У тебя Очень важные Дева Он Собедин Говорит Ему Знаешь Поскольку Ты мой Старый Друг Я Тебя Открою Правду Осел Мой Ужасно Упрямое Внусное Животное Он Ездит Куда Хочет Иногда Стоит Долгими Часами И с места Не сдвинешь А иногда Носится Без Всякого Смысла А я Чтобы Не терять Лицо Делаю Важный Вид Как будто Я Куда-то Его Направляю И так Мы с ним Целый День Ездим Он Меня Куда Хочет Везет У меня Зато Такое Мечто Меня Все Уважало Подкладка Халата На Средину Вы Думаете Откуда Взялась Эта Драгоценность Откуда У него Столько Драгоценностей У этого Дурачка Сельского Очень Просто Все Свои Духовные Подвиги Он Превратил В систему Это Неспорадический Молитва Там Подаяние Здесь Медитация Тут Это Это Построенная Внутренняя Жизнь Это Жизнь Которая Не видна Посторонним Вот Здесь Посреди Всех Присутствующих У нас Средина Внутри Совершенно Другой Мир Это Это Мир Будды Это Мир Платона Это Мир Архимеда Это Мир Драгоценностей Хотя Внешний Человек Такой же Как мы Тоже В джинсах Тоже Очки Но Подкладка Это Сплошная Ткань Внутренней Жизни Которую Ни Учитель Не даст Ни Приятели В монастыре Не дадут А тем Более За За Выпивкой Это Жизнь Заработанная Насреди Нам Это Подлинная Жизнь Такова Точка Пять Точка Пять Отличающаяся От точки Четыре Тем Что Человек Создает Сплошную Ткань Внутренней Жизни Халата Подкладки Халата И вот Здесь Когда Это Происходит Когда Человек Живет Внутренней Жизнью Безусловно Связанной С его Рваной Поверхностью Халата Связанной С его Внешней Жизнью С его Семьей С его Работой С его Всем остальным Вот здесь Может Войти Вторая помощь Вы помните Первая помощь Пришла Между Два И четыре Когда Жизнь Подсказала Ему Может быть Ударом По голове Подсказала Ему Что Нужны Индивидуальные Усилия Что Нельзя Полагаться На Общину А здесь Вторая Помощь Может быть Это Уже Божественная Помощь Может быть Это Помощь Неба А В точке В точке Шесть Вот Этот Халат На Средину Это Плоскость Сплошная Плоскость Духовной Жизни Заработанная Очень Большим Духовным Трудом Она Приобретает Фокус Появляется Шпиль Появляется Ось Я думаю Человек Это Не может Сделать Я думаю Это Должен Должен Быть Удар Молнии Гурджиев Это Называется Пишет Об этом У человека Появилось Перманентное Я У него Появилось Я Есмь До того У него Было Много Духовных Богатств Но у него Появилось Вот то Пробужденное Перманентное Я Которое Очевидно Самония Возникает Натурально Как Рождаются Лягушки В болоте И вот Это И есть Колокольня Это И есть Шпиль Колокольня Которого Человек Достигает Достигает С помощью Неба Достигает Колоссальным Напряжением Всех Своих Сил А что Происходит После Того Как он Достигает Колокольня Вы спросите Тех Кто достиг Колокольня Они вам Расскажут Конечно Есть еще Восемь и девять Несет Аркадий Куда тебя Несет Лена Куда тебя Несет Можно Отвечать Нет Подождем Еще Пять минут Меньше Гоголь 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 Русь Куда ты Несешься Америка Куда ты Несешься Мы не знаем Не то что Что произойдет Через Десять лет Мы не знаем Что произойдет Через минуту Мы Не можем Создать схему Того Что сложнее Нашего понимания Алгоритмизировать Духовный путь Алгоритмизировать Жизнь Но мы Это делаем Постоянно И я Сегодня Попробовал Это сделать При помощи Двух Попыток Работы С энерограммой Есть Различные Модели Духовного пути Их столько Сколько Духовных Учений И сколько Духовных Учителей Принять Одну Из них Это значит Зачеркнуть Все остальные Они Непрозрачны Христианство Христианство Сомнений Ни Ни у Одной Религии Ни у Одного Духовного Направления Этот параметр Называется Высокое состояние Или стремление К высокому состоянию Стремление К росту Духовному К зрелости Мы Называемся Институтом Культуры Состояния Мы Открыты Всевозможным Алгоритмам Схемам И системам Нас не интересуют Чужие Убеждения Нас Интересует Состояние Человека Находится ли он На холме Или В ущелье Дышит он Свободной Грудью Видит ли он Перед собой Колокольню Или Он В мрачном Отчаянии У нас даже Есть Эмблема Меркурий Она нарисована На газете Правом Или левом Меркурий Который Протягивает Руку То ли Утонувшей То ли Новорожденной Душе И пробует Поднять Эту Душу На холм Я вижу Такую Такую Позицию Позицию Которая Грозит Принять В себя Все на свете Грозит Раствориться Из-за своей Широты Как единственную Возможность Для себя И своих Друзей Для меня Любая Готовая Схема Банальна Самая Прекрасная Самая Высокая Потому что Она готовая Потому что Она Отрицает Соседние Схемы Те схемы Которые Сегодня Я нарисовал Я их Благополучно Сотру С этой Доски И никогда Больше В своей Жизни Их Не повторю У меня Хватит Выдумки Обмануть Вас Какой-нибудь Другой Схемой Или Увлечь Вас Потому что Не в схемах Дело А дело В каждом Из нас В нашем Пробуждении В наших Усилиях Дело В том Где мы Видим себя На этой На грамме В точке Ноль Стихийной Слепой Неразумной Сили Которая Гонит Человечество В точке Один Радость Воодушевление Ах Мы только что Узнали Есть колокольня Есть чудеса Есть бессмертие В точке Два Где мы Строим Утопические Планы Связанные Со Школой Йогов Со Школой Митрова Сидорова Иванова Степанова И И Сами Мы Остаемся Такими Какими Мы Есть В точке Четыре Где мы Делаем Спорадические Случайные Усилия Посмотрите Называя Все эти Номера Я Рисую Уже Не просто Горизонтальную Кривую Я создаю Уже Вертикаль Я Создаю Уже Иерархию Состояния Дальше Я предлагаю Продолжить Вам Самим А сейчас Я готов Объяснить То что Конечно Должно быть Не совсем Понятно Людям Впервые Сталкивающимся С Энеограммой С Учением Гурджиева И с институтом Культуры Состояния Прошу Любой вопрос Почему все таки Круг Получается Спираль А не Круг Потому что Точка 7-8-9 Намного Выше Сама по себе Фигура Из прямых Она На горизонтали Изображена Здесь Но только что Я говорил о том Что 5 выше Чем 4 А 4 Выше Чем 3 Что человек Выше Чем обезьяна И что Корова Не может Много Знать О человеке А человек Номер 5 Не может Много Знать О человеке Номер 7 Пробужденного Пожалуйста Друзья А почему Колокольная Вецепт А вот Мне так захотелось А вы В следующий раз Рассчитайте По-другому Я сказал Это моя схема Я отношусь к ней С Легкой Иронией С Какой Для духовного Росту Все равно Нужна схема Какую-то схему Принимать Надо На каждом Этапе Нужна Другая Схема Одна В точке Один Другая В точке Два Так она И бывает То есть Схемы Хоть они Банальны Но они Нужны Все равно Нужны Настраивать Ну да Видите Обойтись нельзя Без схемы Вы не поймете Ни одного Моего слова А я Ни одного Вашего Мы Алгоритмизируем Все Мы не можем Из этого выйти Но мы Тоскуем с вами Об истинной Природе Которая Спонтанна Которая Интуитивна То что мы Утрачиваем Сегодня Все больше И больше В какой точке Находитесь Вы Каждый раз Мне задают Этот замечательный Вопрос Вы знаете У Гурджиева Есть Одна схема Которая Называется Наука Об идиотах В течение 20 лет Дважды в день Курджиев Париж Устраивал Пиры На которых Произносились Тосты В честь Идиотов Идиотов Было 21 И он Редко Добирался До шестого В основном Пили за Первого Идиота Второго Третьего Ординарного Супер Архи Безнадежного И так далее Вот Номер 10 Был Рассветленный Идиот Так что Леонид И этот Номер 10 Можно было достичь Только Если ты вернешься Обратно К самому Первому Идиоту Вот я думаю Что я нахожусь На самом первом На самой первой Позиции То есть я вернулся Назад К самому Первому Идиота Большего Идиота Чем я Нет Ну верно А что ты Чувствовал И понял На 9 Перед тем Как Гониться На Я не рассуждал Дальше Семерки Я говорил Что 8 и 9 Это очень Высокие вещи А на 7 Ваши вопросы Да Ты знаешь Это Это позиция Института Культуры Состояния Она заключается В том Что на каждом На каждом Холме Надо чувствовать Себя Очень Хорошо Очень радостно Очень радостно И Эта радость Подрастает Мы Часто Во время наших Застолье Пьем За все Этажи Радости То есть За единицу За двойку За тройку Четверку И так далее И до семи За все Этажи Радости Радость Это что? Как бы Результирующая Радость Это Да Радость Это Сопровождающий Признак Подъема На фон А уныние Отчаяние Безнадежность Это Сопровождающий Признак Низкого Состояния Банального Состояния Плоского Состояния Человечество Находится В ущербном Состоянии А мы Я вряд ли Сейчас У меня Достаточно Время Чтобы Это Разъяснить Просто Почитай Проповеди Сутры Буддизма Прочитай Перечти Новый Завет Перечти Пророков Которые Утверждают Что Страдания Тотальные Я Гурджин Говорит Что Человечество Спит Во сне Не находится Во сне Я не могу Если нету Этого Опыта То Его нету Говорят Что Первая Благородная Истина Настигается Последователи Не будут Не только На очень Высоких Этажах Просветления А именно Что Человечество Что Страдания Тотальные Рождение Это страдания Взросления Страдания Когда У тебя Отнимают То Что Ты Любишь Страдания Когда Тебе Не дают То Что Ты Любишь Страдания Радостей Много Радостей Много Однако Будде Во время Его трех Первых Путешествий Встретились Он жил В саду Радости Ему Встретились Больной Старый И покрытый После чего Он ушел Из Королевского Дворца И десять Лет посвятил Раздумием Над вопросом Что такое Болезнь Старость И смерть Но радости Много Но у него Может быть Не хватило Терпения Дойти до Четвертого Или двенадцатого Где Все было бы Наоборот Я думаю Что У Будды Иисуса Моисея Компуция Валдзе Было Достаточно Терпения И чего-то Еще Что Дает нам Сегодня Радость Но Иисус Улыбался Будда Будда Да Его учение Учение Будды Это его В его улыбке В большей степени Чем в его Восьмеричном пути В его улыбке В его бесконечных улыбках Вот за эту радость Мы и пьем Обычно Крепкие Еще Пожалуйста Шампанское Шампанское Выкид Зайбер И шампанское Меня поразил образ И аллегория Скачет На колоколье Может быть Я заранил В вас Раздумья Связанные С этой Аллегорией С этой Философской С этим Философским Соревнованием Заостряющим Нашу Жизненную Творческую И духовную Задачу Пожалуйста Исходя из Фразы Одного из моих любимых Фильма Тарковского Зеркала Еще Вы можете Повторить Фразу Фраза То что Человек Ищет смысл жизни Когда он Несчастлив Я хотел Спросить Как вы думаете Стремление К духовному Пути Связано Вообще С каким-то Стремлением Какой-то Глубине Насыщенности Внутренней А нисколько В действительном Духовном Развитии Вы Отличаете Глубину И насыщенность От действительного Я Сформулировал Да Просто Я Не понял Фокуса Вашего Вопроса Я Как будто Все Слышал Да Когда Человек Находится Во впадине В ущелье В темноте В Трудности Он Ищет Смысла Когда Он Поднимается На холм Он Этот Смысл Находит Но Этот Смысл Связан Именно С этой Точкой Его Духовного Пути Потом Он Перестает Работать И так Продолжается Снова И снова Пока В нем Не Не Проснется Его Истинное Я Его Истинное Назначение Миссия Когда Его Индивидуальные Усилия Встречаются С помощью Номер Два Точки Шесть Между Пять И семь Но Это По Этой Схеме Вы Можете Называть Любой Номер Это Не Имеет Значения А Исходя Из Того Что Вы Говорили На Каком Этапе Человеку Необходимо Принять Идеологию Какой Конкретной Исколы И так Далее То Или Возможно Все Таки Полностью Индивидуальное Развитие Человека На Всех Этапах Этой Как правило Как правило Мы Живем В пространстве Различных Влияний И мы Не можем Избежать Влияний Мы Попадаем В поле Шиитов Шиизма Или Православия Или Протестантизма Или Буддизма Мы Оказываемся В этом Поле В России Естественно Православие Очень Сильное Экстенсивно Сильное Поле Не Интенсивно Потому что Православие Российское Играет роль Идеологии Нашей Страны И сегодня Оно Во многом Заменило Функции Идеологического Отдела ЦК И Настоящие Христиане Страдают От этого Простите Не дотягивает Конечно Скорее Ритуализация Совестливые Христиане От этого Страдают Друзья Я бы предложил Нам на этом Прекратить Вопрошение И попытки Его Удовлетворения И посмотреть Фильм Который Для многих Из присутствующих Будет новым Фильм Этот Пятнадцатиминутный Очень спокойный Он называется Собирание души Это второй Это второй Фильм Об институте Культуры Состояний Опять же Это фильм Где очень Мало Схемы И Много Внимания К фону Окраски Реальности Может быть Он вам скажет Больше Чем сказал Вам я Пока же Спасибо вам Акадий Можно Чего Почему Говоря о состояниях Ты Применяешь К культуре В каком Смысле Это культура Я говорю О работе Состоянием О работе Состоянием О внимании К состояниям К миру Состояния Если Это работа Если Это культивация Обработка Внимание Управление Попытка Управления То Как Некоторые Качества Состояния Состояние Это Качество Нашего Существования Это Не Количество Это Качество Нашего А культура Его Культура Его Разная У разных Людей Есть люди Которые Абсолютно Бескультурные Люди Которые Постоянно Находятся В ущербном Состоянии Постоянно Впадают В Ямы И Не Учатся Ничему Анатолий Расскажите Про человека В яме Пожалуйста Тогда Может быть Это Напоследок Тогда Это может быть Состояние Культуры Нет Идет Речь О Состоянии Человека Другой Термин Это Бытие Человека Или Качество Бытия Человека Если Можно После Фильма После Фильма Анатолий Расскажет Изумительную Притчу Которая Ответит На все Вопросы Связанные Состояния Друзья Я немножко Отдохну Спасибо Радик Верет